здравствуйте сегодня мой второй опыт записи видео первое моё видео я записала с благодарностью нашему давиду за то что нам вылечили аутизм нам это моему сыну виктору которому сейчас 6 лет в марте уже будет 7 сейчас передо мной компьютер для того чтобы подтвердить некоторые моменты которые вызвали вопросы после первого видео ну например люди спрашивали кто ставил диагноз где вы наблюдались а что сейчас врачи говорят объяснить ситуацию постараюсь коротко наверное не получится мы с 2011 года жили в болгарии в 2011 году виктору был один годик в 2013 году когда ему исполнилось три года он все еще не говорил поведение было очень тяжелое но я не сильно паниковала потому что мой старший сын полноценно заговорил ровно в три года и вот со старшим-то сыном я как раз паниковала и бегала по психологам и мне все говорили ну куда ты торопишься ничего такого страшного нет просто поздний ребенок и там действительно так и случилось просто мы в три года заговорили и никаких проблем нет но виктор не заговорил в три года и так получилось что когда ему было три года и четыре месяца то есть в июне 2013 года к нам в гости приехала моя давняя подруга которую как раз и василия наблюдала психолог григорьева александрина андреевна если кого интересует я сейчас они будут дальше рассказывать можно набрать в яндексе в поисковике григорьева александрина андреевна вам сразу выдаст кучу вариантов кучу ссылок именно все на нее сейчас это человек руководитель центра клинический психолог психотерапевт центр называется ох уж эти детки это центр нейропсихологической коррекции в москве стаж работы и 16 лет она является действительным членом европейского сообщества экзистенциального может быть слово неправильно читаю анализом несложно является действительным членом проблемного совета по медицинской психологии примен здравия россии специализируется на оказании помощи пациентам с депрессивными состояниями невротическими расстройствами фобиями а также психокоррекционной работе с детьми с синдромом гиперактивности дефицита внимания и расстройствами аутичного спектра еще хочется о ней сказать что она в 2014 и в 2016 году являлась делегатом от российской федерации в качестве независимого эксперта в оон в управлении при оон по наркотикам преступности то есть это человек которого россия делегировала на международную арену там в 2016 году она также делала доклад на заседание оон ее образование все расписано на ее странице она является кандидатом психологических наук в общем она к нам приехала погостить со своей дочкой это было повторю в июне 2013 года посмотрела на виктора полчаса и сказала что тут сидишь у вас аутизм я говорю да вот у нас как-то вроде и старший не говорил она говорит на ты видишь то проблема я говорю я вижу я сижу в болгарском селе где нету никаких детей я справляюсь и мне кажется что что-то не то но я не специалист она уехала сказав что если мы приедем в москву она тут же за нас возьмется и тут же надо будет естественно идти к другим специалистам и если надо уточнять диагноз возможно инвалидность получать все по полной программе но мы в москву не собирались я стала искать в болгарии что же нам делать первое естественно я нашла мы вообще лечились у гомеопата я нашла обычного педиатра то есть личный лекарь это называется в болгарии также сейчас открыла его страницу его зовут илка петров-колев община дрянова область габрова это человек с 28 летним стажем ведения не только детей но и взрослых личный лекарь это лекарь семейный поэтому он наблюдает целую семью его практике были разные дети разные случаи здесь он не являлся специалистом по нестандартным ситуациям но он их видел да и знал какие у них диагнозы когда мы показали ему виктора и он стал нашим личным лекарем он тоже сказал аутизм дальше мы поехали в варну это единственное место где мы могли как не граждане болгарии получить комплексное обследование именно по нашим вопросам мы сделали эгэ что было просто катастрофы вот эту шапочку как мы надевали меня до сих пор руки трясутся мы беседовали с неврологом с логопедом там в армии то есть комплексное обследование именно по моему запросу и мне написали бумажку она у меня имеется от коммерческого центра медицинского что диагноз аутизм без всяких расшифровок каких-то там ранний детский аутизм дали синдром какой-то того то сего то потому что в болгарии аутизм очень мало изучен очень мало представлено центров где с такими детьми работают там даже нет такого специалиста как дефектолог то есть всеми этими детьми будет заниматься психолог и логопед дефектолога нет по факту во всей стране мы вернулись в наше село около города велико тырного я стала велико тырного искать ну хоть что-то нам делать надо единственное что я нашла это русскоязычные логопед галина давыдова она есть у меня в друзьях вконтакте она тоже подтвердила наш диагноз ну со своей позиции да то есть это не официальные какие-то бумаги повторюсь я не буду трясти тут документами галина давыдова закончила шуменский университет 99 году по кафедре специальная педагогика является магистром она занималась с нами с 2014 года в 2014 году когда нам вот исполнилось 4 года мы пришли к ней она можно сказать схватилась за голову поставила нам что ребенок полностью не говорящий на команды практически не реагирует правила не выполняет заниматься трудно но она в него практически влюбилась прямо скажем она стала с ним работать стала с ним заниматься а дальше в январе 2015 года то есть за два месяца до того как виктор исполнялась пять лет было четыре года десять месяцев мы познакомились открываю наш скайп и в скайпе участь читала сама сидела чуть не плакала каждый день каждый день я пишу а вот у нас это проходит два дня и я пишу а вот этого нет а у нас так а у нас ну например давайте вот я пишу ему запрос виктор категорически отказывается как из горшок чтобы я не делала крики ужас я уже устала он как это исключительно штаны исключительно по углам эта проблема у нас стоит уже очень давно и к пяти годам она не решилась помогите пожалуйста проходит буквально сейчас так проходит буквально неделя так и вот я пишу простите пожалуйста так 26 марта виктор совершенно спокойно согласился покакать в туалет 28 марта эффект закрепили 30 марта продолжаем в том же духе то есть такая огромная проблема знаете когда ребенок выкладывает по углам это не так уж приятно и вдруг он просто спокойно идет и делает все как надо как хотя он при этом не сидел у скайпа у скайпа сидела я ставит им как он это уловил одному богу известно как говорится значит с января 2015 года мы занимались давидом на момент сентября 2015 года галина давыдова наш логопед сказала что ей пришлось полностью пересмотреть программу для виктора потому что она брала ребенка неговорящего она пыталась с ним просто заговорить и вдруг после лета то есть мы в сентябре мы летом отдыхали пришли к ней снова в сентябре и вот с мая 2015 года до сентября 2015 года я не привела вообще другого ребенка ребенок говорил ребенок садился ребенок складывал ручки ребенок ждал когда ему что-то дадут какие-то развивающие пособия ребенок кивал ребенок говорил да это я буду это я не буду ребенок старался за ней повторять он понимал что от него хотят ребенок начал узнавать буквы писать буквы то есть она сказала что настолько изменился ребенок аутичный что она уже сомневается того ли ребенка она вообще видела ну вот до смешного и в январе 2016 года то есть когда прошел ровно год с момента общения с давидом галина давыдова сказала что она записывает виктора на подготовку к школе то есть она с подготовкой школе идет с пяти лет она сказала что она его запишет что мы будем ходить она будет как куратор рядом с ним сидеть нас записали но мы были вынуждены уехать потому что сложились так обстоятельства мы переехали в сочи что у нас по российским вариантам диагноза мы в апреле 2016 года поехали в москву в шестую психиатрическую больницу именно затем чтобы поставить диагноз и как-то обозначить ребенка в системе нашего медицинского обслуживания мы попали на прием нас обследовали назначили очень много прохождения того всего 5 10 но это все надо было делать в москве мы живем в сочи и дальше мы записались на июнь чтобы все это проходить да и психиатр сказал что да она видит отклонение она не может написать аутизм не аутизма сейчас она нам ничего не скажет вот когда мы все пройдем обследование которое назначила тогда она будет ставить диагноз или не ставить диагноз или что но мы в июне 16 года не смогли полететь у нас сложилось обстоятельство что папа потерял работу ни до каких не до билетов было потом летом у нас в этой ужасной жаре ребенок заболел мы тоже не могли лететь осенью разгребались с долгами вылезали денежным вопросом и вот собственно а в октябре мы опять заболели на три месяца практически заболели мы именно это была отложенная климатизация кстати вот кто переезжает и климат меняет у детей бывает а климатизация не сразу а через где-то полгода организм полностью начинает перестраиваться к другому климату мы жили в сухом климате а здесь влажный сейчас мы записались все психиатров 6 психиатрическую на 20 февраля когда мы слетаем когда нам там что-то наконец-то дадут у нас там будет комиссия я вам обязательно сделаю третье видео и тогда мы посмотрим поставили нам диагноз аутизм или сказали что его нет но мне кажется что изначальный диагноз то что его нет у меня на каких-то официальных бумагах что он все равно есть у меня потому что те люди которые мне его озвучили со стопроцентной уверенностью этим людям доверять стоит сейчас я попробую дальше к этому видео прикрепить два видео подряд чтобы она в одно слилось много для меня занятия сначала прикреплю какой виктор сейчас как он общается со старшим братом как играет а потом попробую прикрепить то которое у меня старая когда мы только с давидом познакомились два года назад как виктор играл два года назад спасибо я на самом верху только тут это нельзя заезжать окно почему нельзя в окно же потому что вот разобряющий а потом упадет 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 я не увидел в пакетинге твой человечек с автоматами по моему у него рука отвалилась нет что там пещерный паук паука витя уже забил опять зомби давайте зомби пока не будут лезть витя еще не приготовил своего защитника давайте витя выстроил дома теперь дом должен защитник защищать да да все готов нет так он защитник совсем сломался Василий поможешь ему давай другого правильно а я зомби паука и зомби теперь и собака будет собака Субмур иеты ЧЖИДЪ это ч ed ЧЕДЪЩИЙ ИДЁТ А я крпера витер взорваться 4 это КРИПер крипер это у Васины у тебя чудище у Васи крипер и у тебя чудище а я собаку а собакаthe СОБАКА будет от КРИПера КУСАЕТ Er как кусает покази Опа вот이가 КРИпер уходи Собака прогнала тебя Ой, я без руки остался Вот беда, беда А теперь на стену дома паук полезет Как паук полезет? Паук полез Вот он, страшный Устал паук Ух ты Я пойду готовить Еду? О, Крипер решил в доме приготовить обед Не надо мне эти засти Так, по-моему, Виктор там кухню не строил Виктор, там есть кухня в доме? Нет, мам, это Петька Вот там кухня есть? Крипер, а то вот этот зеленый Ну я не разбираюсь Нет, это не поедет Нет? Вите не нравится что-то Подожди, давай Вите нам скажет Это не кровать, тут нет кровати Там нет кровати? А что там? Там есть коридор Коридор? Нет А что? А там тут езжает А это новый дом А это езжает Смотреть телевизор А потом будет смотреть Смотреть телевизор потом будет? Тут здесь смотрит Тут смотрит, хорошо А кухня там есть? Где там готовить? А тут здесь будет А там снова будет смотреть Там когда идет паук А потом надо бить паук Паука бить, естественно А там будет паук. Хорошо, договорились. Когда смотреть окно, чтобы смотреть окно, ведь можно здесь паук смотреть. И ведь в Майнкрафте и нету телевизора. Не бывает. Все! 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 Вить, я просто не пойму, что такое. Все! Все! Я согласна, все. Все! 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 Нам уже спать с тобой пора. Все! Мими! Мими тут. Все! Все! Все, я вижу, все. Ты все собрал. Все! Все! Все тут. Мими! Мими! Шортики. А какие шортики? Надо одеть? Ноги. Ноги в шортики одевают? Ноги! Ноги одевают в шортики. Как это? Там машинка на шортиках. Мими! Мими! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok